Здравствуйте! В эфире «Время. Арт». Много книг, много фильмов, снято о детстве. А что мы, взрослые, о нем помним? Ведь мы иногда забываем, что с детства начались мы сами. И требуем, чтобы наши дети были взрослыми, потому что нам так удобнее. А знаем ли мы, что первые даже годы могут стать серьезнейшим испытанием? У нас в гостях сегодня главный врач Могилевского специализированного дома ребенка Александрович Наталья Николаевна. Наталья Николаевна, что такое недолюбленные дети? Ну, недолюбленные дети – это понятие, с одной стороны, и понятное, но, с другой стороны, крайне сложное. Недолюбленные дети – это те дети, которым не хватает любви, внимания. И они как бы есть во многих семьях, потому что причины бывают абсолютно разные. Даже в благополучных семьях? Да, даже в благополучных семьях. Ну, какие причины, наверное, допустим, одна из причин – то, что женщина, ну, беременность нежелательная. Женщина не готова стать матерью, как, впрочем, не готова стать отцом и мужчина, отец будущего ребенка. Может быть, сравнивание в семье детей. Ведь не секрет, что во многих семьях каких-то детей любят больше, каких-то детей любят меньше, а дети это очень сильно чувствуют. Может быть, то, что родители ставят для детей какую-то завышенную планку. Даже в благополучной семье, когда ребенок сыт, накормлен, в общем-то, здоров, упакован, как теперь говорят. А планка очень завышенная именно для этого ребенка, что он должен учиться, он должен поступить в какое-то престижное именно это, не другое учреждение. Я знаю такую ситуацию, когда на детском утреннике мама сказала дочери, ты должна доказать мне и должна доказать всем, что ты сегодня будешь лучше всех. Вот женщина, сама того не понимая, уже отвергает ребенка. Значит, получается, что если она будет победителем, девочка, значит, я тебя люблю. Если она не победитель, в любви нет, вплоть до доказания. Ну, а дети, конечно, это очень сильно чувствуют. Ну, и самая беда недолюбленных детей, конечно, в том, что это сложно, это ломает психику ребенка. Кстати, там два состояния, даже с медицинской точки зрения, бывают у этих детей. В одном случае эти дети становятся крайне агрессивные. То есть злыми становятся. Да, протестантское такое поведение. Они протестуют потом против всякого замечания родителей. Либо наоборот, дети становятся крайне пассивными. Им ничего не интересно. У них нет и мотивации даже к учебе, допустим. Ну, что для ребенка, наверное, все-таки важно. Вот проанализировал человек, допустим, взрослый, свое детство, то, о чем мы с вами говорим. Можно ли взять себя в руки, ну, образно говоря, и стать добрым? То есть вот эту поправку на это сделать и все-таки как-то самовоспитать себя, что ли? Я все-таки, мое мнение такое, что доброта, конечно, закладывается в семье. Доброта закладывается, и, конечно, с детства. Ну, опять же, со своего детства помню такую историю, когда моя подружка Леночка принесла домой очень мокрого котенка после дождя. Грязного, страшного, и завернула его в шелковое одеяло, которое только что купили родители. Родители, конечно, не очень были этим довольны, но при всем при том, ведь это одеяло в тот момент было более нужно коту. Более нужно коту. Ну, вот, наверное, из таких простых историй рождается доброта. И складывается все. Да, и складывается. Ну, а все-таки вот сам, усилием воли, допустим, человека, может быть, ваш опыт? Нет, усилием воли, я не думаю, никто себя не заставит стать добрым. То есть если было сложное, жесткое детство, то человек может остаться жестким на всю жизнь, да, с внутренней этой жесткости? Наверное, да, потому что потом этот подросток потеряет доверие в семье, как бы не будет доверительных отношений с родителем. Он уйдет на улицу, мы таких детей называем трудными. Ну, я думаю, он нетрудный, скорее всего, трудные родители. Мужчина может сказать сегодня, у меня было плохое детство, поэтому я такой злой. Так что? Ну, что значит плохое детство? Ну, вот жесткое, да? Или все-таки можно держать себя в руках? Нет, держать себя в руках может каждый человек, но сваливать все на плохое детство, я тоже думаю, не стоит. Хорошо, если взять годы войны, тяжелые были времена, и после этих тяжелых времен мы знаем массу примеров людей, которые сумели сохранить доброту, помогать других людям, сумели сохранить милосердие. Люди долго, честь и совсем этим колокольцем. Да, да. Кстати, у Чарли Чаплина было крайне тяжелое детство. Он даже какой-то период жизни жил в интернате, ему приходилось зарабатывать на хлеб. Его мать попала в психиатрическую больницу, он помогал не только, вернее, содержал не только себя, но своего брата. Но при всем при том, мы знаем, что это человек-улыбка. И он говорил, если день прожит без улыбки, то это пропащий день. Так что не всегда, наверное... Достоинство человека называется золотое детство. Не всегда, наверное, тяжелое детство может привести... И, во-первых, кто как формулирует тяжелое детство? В общем, это не оправдание, да? Нет, это не оправдание и случаев крайне тяжелого детства. Будем считать, в идеале их и нету в нашей стране. А золотое детство что такое? Золотое детство, мое мнение, да? Ну, золотое детство – это штамп, который придумали взрослые дяди и тети. За ним что-то есть? Скажем так, что за ним есть? Ребенок, когда растет... Ну, вы знаете, что я как-то читала беседу с одной художницей, которой задали вопрос, почему старые мастера на своих картинах рисуют, допустим, Мадонну, либо какую-то божественную женщину, которая ведет с собой ребенка за руку, но у ребенка не детское лицо, счастливого, миловидного бэби, а очень взрослое лицо. Серьезное взрослое лицо. Да, серьезное. Хотя художник может нарисовать и бэби. Это все понятно. Почему вот здесь живое описание человек, а потому что это человек. И у человека жизнь сложная, многоградная, трудная. И если бы все были такие счастливыми, вот как представляется, счастливое детство, ну, наверное, так бы не было. Тогда, может быть, даже все были глупцами. Хотя мы знаем, глупцы есть в мире, но их единицы. А большее количество людей ярких, творческих, способных что-то сделать. В общем, это... Так что золотое детство – это, наверное, все-таки штамп, который придумали взрослые люди. И вспоминая потом, ну, может быть, вперед трудностей каких-то, им кажется, вот золотое детство, действительно, у меня было золотое детство. Так что переоценивая человек с возрастом своей... Ну, бегать по лужам босиком – это очень надо. Это хорошо и ребенку. Я, наоборот, считаю, что, наверное, счастлив будет в жизни тот человек, который сохранит в себе вот это золотое детство, так называемое. Вот тогда оно действительно представляется золотым, если сохранилось внутри. Тогда оно становится золотым. Надо сохранить вот эту доброту. Вот, может быть, какое-то непосредственное восприятие мира. Может быть, чистоту. Тогда есть о чем говорить. Таня Николаевна, а вот в контраст, смотрите, словесная агрессия дома. Ведь зачастую ругаются, не задумываясь люди на детей. По пустяку, по всякому. А мы забываем, что даже одно-два, но плохим, жутким тоном сказанные слова, они ведь очень ранят детей. Как быть с этим? Ну, словесная агрессия и вообще ненормативная лексика – это, конечно, ужасно. Если это происходит, тем более на постоянной основе в семье. Понятно, что взрослые люди могут выяснять между собой какие-то взаимоотношения, могут иметь разные мнения, как говорится, по одному и тому же вопросу. Ну, кстати, уже врачи доказали о том, что вообще человек 80% состоит из воды. И любой – это энергетический удар, ненормативная лексика. Значит, ты меняешь структуру клетки человеческой. Это влияет на гены. И может быть, нехороший результат. Даже так глубоко. Да, даже так глубоко. Кстати, в Японии, в той стране, в которой в речи не присутствуют нецензурные выражения, гораздо меньше процентов детей, которые рождаются, допустим, синдромом Дауна. Это из литературы. Даже есть исследования такие. Есть медицинские очень интересные исследования, о которых стоит подумать. Может быть, они не совсем до конца доведены. Но, например, человек после инсульта иногда говорит нецензурной речью. Значит, где-то в организме какая-то другая цепочка формируется. Так что нецензурная речь – это плохо. То есть слово настолько сильное, оказывается, да? А в православии вообще считалось, что нецензурная речь – это проклятие, в общем-то. Хотя в современном мире она действительно очень часто употребляется. Поэтому в отношении ребенка агрессия, нецензурная речь просто недопустима. Вот вы сказали о православии. Фома Аквинский, по-моему, писал, что воспитание детей – самое святое из всех святых дел. К вам в дом ребенка, я знаю, иногда приходят люди, просятся на работу, побыв сутки, этот пример мне почему-то запомнился, просто убегают, уходят оттуда. Почему? Вы знаете, это было очень хорошо видно, когда мы вводили в строй новый корпус дома ребенка. Тогда действительно нам пришлось набрать много людей для того, чтобы правильно организовать работу. И действительно были случаи, когда люди после суточного дежурства уходили. Ну, я думаю, это осуждать, может быть, так и не надо. Не все способны работать с детьми и для детей. Потому что кроме милосердия, доброты и любви к детям, ну, это еще тяжелый родительский труд, который, в общем-то, равноценен тяжелому родительскому труду. Это работа. Да, это тяжелый физический труд. Потому что своевременно надо накормить ребенка, напоить ребенка, поиграть с ним, заняться воспитанием ребенка. И это, в общем-то, круглосуточно происходит. Действительно, это очень тяжело. И можно сказать прямо, что и дома, когда мать с ребенком, она не отдыхает, как иногда принято считает. Да, не зря государство предусмотрено отпуску ухода. Мужчина пришел с работой, он думает, что она же отдыхает с ребенком. Да, на самом деле это тяжелый труд. Это тяжелый, тяжелый. И зачтую очередь, если даже немножко заболел ребенок. Хотя я вам скажу другое. Вот кто-то не смог работать, ушел. Но к нам, на наш порог, как говорится, переступает множество волонтеров. Это те люди, которые бесплатно дарят, безвозмездно. Это даже студенты приходят, да? Студенты, взрослые люди. Это не важно. Это могут быть и мужчины, и женщины, которые безвозмездно дарят любовь детям. Значит, им это надо. На детей нужно работать, пока они маленькие. Так говорят, да? Что это значит, если расшифровать? Что значит, нужно работать на детей, нужно работать, пока они маленькие? Потому что это тот период, когда закладывается все. Я когда-то прочитала очень интересную фразу о том, что ребенок, он в своей жизни, вот в период детства, он ворочает камни. Взрослый человек, он ворочает камни, потому что ему приходится с миром делать свои ошибки, получать много новых знаний и так далее, и так далее. Человек среднего возраста, он складывает кирпичики. А человек зрелого возраста, для него какие камни? Все это пушинка, он уже понимает жизнь. Так что, конечно, это труд и очень большой. А для пожилого человека, как вы считаете, воспоминания о детстве, дети, внуки, можно считать это счастьем, если вот так вот состоялось в доме? Или многие ведь говорят, мне одному хорошо? Ну, нельзя говорить. Я думаю, здесь так. Если человек даже одинок, ну, один живет, одинок в каком-то плане, это не говорит, что он несчастлив. В одиночестве тоже можно найти много интересных дел, иметь активную позицию. И продолжать активную жизнь. Ну, конечно, в идеале, ну, я, например, считаю женщину несостоятельной, если она не родила ребенка, что семья должна быть у человека. Это сто процентов. Но детей надо все-таки вырастить и отпустить. И, может быть, дети должны быть не вокруг, а где-то вот рядом. Не обязательно, чтобы вот в идеале в старости вот сидит бабушка, и вокруг нее и внуки, и дети, и все. Может быть, они где-то на расстоянии. Но очень важно то, чтобы они общались, чтобы между ними были доверительные отношения. То есть контакт должен оставаться, да? Да. Чтобы дети смогли приехать к матери, и мать, возможно, даже своему 40-летнему сынку сказала, ну, ты молодец, я тобой горжусь. Это срабатывает все равно, да? И сын, в свою очередь, может быть, если он доверяет матери, конечно, попросит совета. Конечно, это идеально. Вы говорили о том, что такое детство, как его вспомнить, чтобы понимать тех, кого мы любим больше всего на свете. Так я понимаю. Да. Наверное, так. С нами был главный врач Могилевского, специализированного дома ребенка Александрович Наталья Николаевна. Это время арт-передачи о жизни, искусстве и людях. И разговор пойдет сегодня о классическом вокале, о пении. Моя гостья известный в Беларуси педагог, человек, который делает голоса золотыми, Людмила Евгеньевна Прайловская. Людмила Евгеньевна, вы создатель и руководитель Могилевской студии классического вокала. Но сегодня много ли желающих постигать это искусство? Много нет. Но есть желающие, которые искренне занимаются и занимаются с удовольствием, и хотят заниматься. Есть, конечно. Есть. Я не могу сказать, что нет. Ну, конечно, поток, наверное, идет только на открытое эстрадное пение. Потому что, так говорят, вот я вам говорила о том, что соловей, если посадить соловья к воробьям, к воронам или к воробьям, и он никогда не будет слышать, как поет другой соловей, он не запоет, понимаете. Да, он не будет. Он будет чирикать так же, как все остальные. Это делались опыты такие, понимаете. Так и люди. То, что слышат, то и сами воспроизводят. То есть нужно слышать. Это в первую очередь. Конечно. Это первое, конечно. Слушательский опыт. Он рождает интерес к чему-то. А когда вообще в последнее время пропало вообще в телевидении, ну и по телевидению, если только человек любит оперу, он пойдет в оперный театр, он пойдет на концерт какого-то певца. А просто так, что вот услышать это, услышать это стало практически невозможно. Но все-таки не каждый человек может стать академистом. Я вам хочу сказать, и не каждая женщина может стать хорошей портникой. Ну что для этого надо? То есть набор каких качеств? Нет, набор диапазон, слух, что? Нет, я вам хочу сказать. Это очень индивидуально. Потому и занимается классическим вокалом и вообще вокалом любым индивидуально. Каждые возможности могут развиваться по-разному. У одного вот вроде небольшие вот такие возможности, да, голосовые, но он очень умный, талантливый, восприимчивый человек. И он начинает понимать, как это делается, его голос растет. Вот растет. Ну то есть заложено должно быть талант? Это как в любом деле обязательно. Это же искусство. Талант всегда должен быть заложен в человеке. Если из-за таланта нет, не возникает того, что может потом... То есть просто человек, который приходит и говорит к вам, я пришел, хочу петь и именно хочу стать академистом. Нет, ну в любом случае, конечно, я прослушиваю любого человека, понимаете, да. Конечно, хочется, чтобы был материал, то есть из чего делать этот голос. А вы сходу можете сказать, у вас это не получится? Ну вообще-то можно, конечно, сказать. Ну а вдруг ошибешься, понимаете? Ну попробовать можно всегда. То есть процент ошибки может быть? Ну наверное, наверное, я так думаю. Но вообще-то в занятиях человек может раскрыться. Это такое вот, это бывает такое чудо, понимаете, что вот вроде нет, голоса нет, смотришь, а он обогнал того, кто имел лучшие голосовые данные. Такое тоже бывает, понимаете. Но, конечно, для профессионального пения все равно нужен материал голосовой. Но там в голосовой материал входит красота голоса, сила голоса, диапазон, то есть возможности голосовые, взять верхнюю и нижнюю ноту. Но все равно, если человек не будет восприимчив, он может с таким голосом остаться, вот таким и остаться. Это такой талант. То есть тут развитие нужно, да? Талант. Как в любом деле, должен быть талант, понимаете? В любом деле. Потому что наличие любого красивого материала можно шить ужасное платье. Точно так же и это, понимаете? Вот. Так как в пении. Да, и в пении точно так. Во-первых, это надо много раз послушать, чтобы услышать. Любую, ну не любую музыку, конечно, простую и примитивную. Не слышны в саду, даже. И то даже, тоже надо послушать, чтобы запомнить что-то. Вот когда в голове начинает что-то откладываться и в душе, тогда вот уже начинаешь понимать и эту музыку. Музыку любую, и любому даже, ну, суперталантной все равно нужно слушать. Понимаете, слушать, чтобы услышать то, что хотел в нее заложить композитор. Это обязательно нужно слушать. Людмила Евгеньевна, но сегодня все-таки классическую музыку не так много слушают. В оперу ходит молодежь не так часто. Во-вторых, есть слушатель у классического вокала сегодня? Нет, конечно, в оперный театр. Это у нас, во-первых, нет оперного театра. А в Минске в оперном театре люди ходят и ходят с удовольствием. И сразу не все поймешь. Постепенно слушай. Раз послушал, два послушал, три. Потом ты начинаешь слышать. Та-ра-ри-ра-ра-ра-ри. Пам-пам-пай-ра. Та-ра-ри. Та-ра-ри-ра. Та-ра-ри-ри. Та-ра-ри-ри-ри. Та-ра-ри-ри-ри. Ра-ра-брамса, предположим, симфония четвертая. Вот какая тема. Потом ты начинаешь слышать эту, не сразу услышишь. А потом слышишь, она такая завущая, такая прекрасная, красивейшая. Понимаете, это все слушать надо. Если ты будешь слушать, для тебя откроются двери, я так думаю. Стоит ли солистам классического вокала пробовать себя в более эстрадной манере? И наоборот. Ведь многие эстрадные певцы пытаются в классической манере тоже петь сегодня. Вы знаете, я хочу сказать, есть разные талантливые. Вот наша эта девочка Подольская. Наталья Подольская. Да, Наташа. Вот взять ее хотя бы. Поет она эстраду просто открытым, приоткрытым голосом. И вдруг она спела арию из опереты. Она так здорово спела ее. Таким красивым классическим звуком, как будто она училась. Она трудная. Я уже забыла, какую она пела точно арию. Она очень красиво спела. Понимаете? Так что... То есть это тоже имеет право на существование? Да, очень многие эстрадные певцы имеют голоса. Понимаете, да? Имеют голоса. Но они просто их убирают. Есть, которые имеют. И очень многие из них вообще учились вокалу. Понимаете? Многие из них. А почему же все-таки они идут в эстраду, а не в классической манере предпочтения? Я так думаю, что еще и финансовый вопрос тоже имеет здесь. Имеет значение. Но все-таки есть пример. Анна Нетребка. Оперная вокалистка. И она на корпоративах баснословные гонорары сейчас. Она везде ими. Ну так это, чтобы стать Анной Нетребка, знаете, это надо кишки, чтобы лопнули, как говорится. Она очень много работает, занимается. А эстрадные все равно... Это легче труд. Это все равно легче. Он не такой легкий. Но оперный певец... Вот у меня, Царство Небесное, был от Менжил Киев, такой был народный артист СССР нашего. Вот я когда жила в Киргизии, я там работала какое-то время. Я помню, он спел партию Петра. Ой, кто-то... Ой, сейчас забыла опера, чья это. И вышел, а мы за кулисы пошли его поздравить. Ой, говорит, отойдите, дайте кусочек хлеба. Вот, понимаете, он настолько выложился физически, это большущая нагрузка. Так что, кто его знает? Но нам в Беларуси сегодня нужно продвигать это искусство? Популяризировать его, что ли? Я считаю, что все хорошее не мешает. Прекрасное и хорошее не мешает. И мы не должны быть в культурной среде жить. Ваши звездные ученики, Франковский, Шарубина, Елена Материнка, все-таки у них, получается, вот это все воедино сложилось? Я можно про каждого скажу? Сергей Франковский был уникально способным человеком. Просто уникально. Он пришел, когда мне его привели, он куда-то там пробовался, ему сказали, пойди к Брайловске, я там заниматься, он спел мне там что-то такое, и я тогда в студии у меня была классического вокала, во Дворце Химволокно такая, тоже там народная студия. Он пришел, но я его сказал, что я его возьму, мои еще участники сказали, зачем вы его возьмете? Я говорю, подождите. И через два месяца он спел «Березы, русские березы». Он спел Ширяева, эта песня, очень красивая песня, он шикарно спел, все ноточки эти взял. Нина тоже, она же была эстрадной певицей, причем она пела лучше. То есть она с эстрады пришла к вам? А, знаете, я сейчас статью писала как раз об этом. Каким образом она пришла ко мне? Я в Химволокно работала, там у меня коллектив классический, ну а мы пели всякие песни, романсы, все. Ну и в концерты нас перестали включать, потому что Нина Шарубина появилась, она эстраду пела как бог. Она пела лучше Аллы Пугачевой, эти все пугачевские песни, все, и они только ее... И мы раздевалка, у нас была одна там, 201 класс, большой-большой. Как-то раз, ну я ее просто, она такая маленькая, крупкая девочка, очень элегантная всегда была, хоть простого из простой деревни, из деревни, и у нее родители такие простые сельские струженики, так что она, откуда в ней это сразу было? Вот она такая элегантная всегда была. Я говорю, Нина, ну спой, говорю, ты без микрофона, дай тебе послушай, она так мне и не спела. А потом так получилось, что я стала работать в музыкальном училище, и ее педагог, а там преподавали вокал хоровики, вот ее педагог добилась, чтобы перевели меня ко мне. И, конечно, я с первого раза поняла, что у нее будет голос, и не эстрадный, а очень хороший. И вы знаете, она заразилась сразу, надо сказать. Вот это было, что мне удивительно, оно, конечно, у нее не все сразу, там верхний очень долго не шел. Но она заразилась этим сразу. Я ее, вот когда, сколько раз я спрашивала, не жалеешь, ни минуты не жалеет она. Но этим, наверное, надо еще и заболеть. Она заболела просто. Ну, мне такой красоты пошел голос, она, наверное, сама услышала. А вот вы говорили про микрофон. Все-таки классическое пение и микрофон, это вещи совместимые? Иногда да. Иногда да. Бывают такие глухие залы, понимаете. Что это помогает? Да, что это просто необходимо, понимаете. А в идеале все-таки? Ну, в идеале, конечно, все своими голосами. Поэтому в нашем дворце «Химволокно» у меня был очень большой голос. Мне пришлось... Я сама, когда первый раз запела микрофон, это здесь я, в Могилеве, запела первый раз микрофон. Меня включили в концерт, дворец пионеров был, во дворце пионеров. Ну, и, в общем, они выбирали, чтобы спеть. И вот я назвала... Ну, назвала Арию Абегаиль из оперы «Новыхода Нассар». И назвала Арию Лизы. Они сначала включили такой Абегаиль, потому что даже не знали, что это такое. Ну, а потом все-таки решили Лизу. А репетировать мне не дали. И я вышла. Я вообще там чуть не упала. Когда я встала перед микрофоном, да, и... И он... Голос-то немой я слышу, что, понимаете. И такой... Он не слушает меня там. Другой голос. Иногда меняет микрофон голос, конечно. Микрофон – это тот же самое акустическое приспособление, которое усиливает голос. Не всегда улучшает, к сожалению. Все-таки, Людмила Евгеньевна, вы советуете петь? Конечно, каждому. Каждому петь. Петь каждому. Петь каждому. Пусть поет каждый человек. Понимаете, это выражение... Ну, это же... Не профессионально, дома. Конечно, да. Кто-то, если стремится и профессионально, то есть петь нужно, это помогает. Да, нет. Ну, петь – это легко на сердце, от песни весело. Она скучать не даёт никогда. И любят песню в деревне и сёло. И любят песню в большие города. Правильно? Вот так. Я хочу всем. Петь, петь и ещё раз петь. Об искусстве вокала, о классическом вокале мы говорили сегодня с нашей гостьей Людмилой Евгеньевной Брайловской. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»